Итак, в первую очередь хотелось бы сказать, что тема сегодняшнего вебинара сопровождающий ток и технологии вогашения, но сегодня мы будем разговаривать не только о ликвидации уже случившегося события, но и о предотвращении этого губительного процесса. Свой рассказ о данной теме я решил разделить на 4 основные части. Мы изучим проблему и причины возникновения сопровождающих токов. Далее я вам расскажу о методах гашения сопровождающих токов при эксплуатации УЗИП на основе элементов коммутирующего типа, о воздействии этого процесса на устройство на базе устройств ограничивающего типа, то есть на базе варисторов. И далее подведем некоторый итог и сделаем выводы о применении тех или иных элементов защиты. В современной электротехнической промышленности любую систему электропитания можно охарактеризовать рядом выходных характеристик, например, токонапряжение. Различные потребители разного рода отличаются по своей сути, но всех их объединяет одно. Они нуждаются в надежном источнике питания с большим запасом мощности. Множество потребителей создают большую, но равномерную нагрузку на сеть, в то время как запуск таких потребителей, как электродвигатели, климатические установки или электромагнитные клапана провоцируют резкое потребление тока, кратно превосходящего номинальные режимы работы устройства. В ходе проектирования питающей электроустановки любой проектировщик стремится сделать источник как можно более мощным, способным работать как в номинальном режиме сколь угодно долго, так и в режиме пуска различного рода нагрузок. При этом возрастает и ток короткого замыкания, возможный для источника. И это нормальное явление, ведь именно большой ток короткого замыкания обеспечивает скорейшее срабатывание автоматических выключателей. Так и должно быть. Но с увеличением токов короткого замыкания становится все более сложно защищать электроустановку от импульсных воздействий, от импульсных перенапряжений. Ведь суть работы любого устройства защиты от импульсных перенапряжений это нелинейное изменение сопротивления от бесконечно большого к бесконечно малому. Тем самым любой УЗИП провоцирует кратковременное короткое замыкание, пропуская через себя ток. Возникает проблема. Необходимо защитить электроустановку с большим током короткого замыкания, при этом не вызывая ложного срабатывания автоматических выключателей и, соответственно, сгорание плавких вставок. Решить эту проблему можно несколькими способами. Первый. Можно производить испытания системы. Испытания каждой системы электропитания совместно с автоматическими выключателями, плавкими вставками и устройствами защиты. Такие испытания дают наиболее точный результат, но они невероятно затратны, требуют большого временного ресурса и порождают большое количество бумаг в ходе оформления испытаний. Второй вариант – это использование устройств защиты на базе варистеров, которые в основном лишены такого недостатка, как сопровождающий ток, но при нормальном режиме эксплуатации. Такая защита при аналогичных размерах никогда не обеспечит аналогичную разряднику пропускную способность. При аналогичных размерах. И третий вариант – это использование устройств защиты на основе искровых управляемых разрядников с технологией гашения сопровождающих токов. Для наиболее эффективного решения данной проблемы необходимо разобраться в сути электромагнитных явлений, происходящих в устройстве защиты при его срабатывании. Если взять в рассмотрение самый простой искровой промежуток и инициировать в нем грение дуги с большим током, то этот процесс может продолжаться до тех пор, пока не произойдет срабатывание автоматического выключателя или отказ источника питания. Со временем технологии развивались, и разрядники стали снабжаться триггерным поджигом искрового промежутка. Это позволило существенно снизить уровень защиты. Но все-таки важным моментом в развитии технологии защиты от имущественных перенапряжений стала разработка принципиально новой конструкции искрового разрядника. Множество испытаний и дальнейших усовершенствований подобного коммутирующего элемента привели к созданию конструкции разрядника, который не поддерживает сопровождающий ток в принципе. Составные части разрядника указаны на рисунке. За счет чего достигается высочайшая стойкость разрядника данной конструкции к сопровождающему току. Давайте представим, что произошло перенапряжение. Дуга сначала образуется в триггерной зоне, далее коммутирует выходные электроды, и за счет термических и, самое главное, электромагнитных свойств плазмы дуга выбрасывается в демпферную зону, где ее длина существенно увеличивается, а температура понижается, что способствует прекращению протекания тока между защитными проводниками. Что это означает для конечного пользователя? Что все эти разработки означают для конечного потребителя? Чтобы ответить подробно на этот вопрос, лучше начать немного, скажем так, издалека, а именно с того, как происходят испытания устройства защиты в рабочем режиме. УЗИ подключается к генератору импульсного тока при максимально допустимом напряжении для устройства защиты. Далее, с перерывом в одну минуту, подаются импульсы номинального тока той формы волны, которая указана для данного устройства защиты. Воздействия происходят при определенных углах синхронизации с напряжением на выходе устройства защиты, соответственно. Как видно из графика, после прохождения импульса тока и подавления импульса перенапряжения сопровождающий ток не обнаружен. А это означает, что при срабатывании устройства защиты величина энергии. Здесь именно информативным параметром является энергия. Величина этой энергии, которая пройдет через коммутирующий элемент, настолько мала, что это не приведет к срабатыванию даже самых чувствительных предохранителей номиналом в 16 ампер. Соответственно, так как нет ложных срабатываний автоматических выключателей и предохранителей в целом, то повышается эксплуатационная готовность системы. Соответственно, и исключается простой технологического процесса. Как мы все с вами понимаем, любой простой технологического процесса – это всегда убытки. Также снижается лишняя неоправданная нагрузка на электроустановку, что повышает, в свою очередь, ее ресурс. Кроме того, из-за отсутствия абразивного воздействия на электроды разрядника при его срабатывании у нас повышается срок службы самого устройства защиты. Про сопровождающие токи в защитных элементах коммутирующего типа мы поговорили. Теперь перейдем к похожему процессу в элементах ограничивающего типа. Я в начале своего выступления изначально оговорился о том, что для устройства защиты на базе ограничивающего элемента такое явление, как сопровождающий ток, оно характерно только в аварийном режиме работы, так как в нормальном режиме работы устройство ограничивает ток через себя. Почему происходит сопровождающий ток, почему возникает сопровождающий ток через устройство защиты на базе варистеров? Одна из причин это токи утечки через сам варистер, которые постоянно увеличиваются с процессом эксплуатации устройства защиты. Это нормальное явление для всех оксидацинковых варистеров. С увеличением токов утечки через ограничивающий элемент повышается его температура, то есть за счет повышения потребляемой мощности таким элементом, повышается его температура и при нормальном режиме эксплуатации произойдет рассыпление термического размыкателя, один из контактов которого, как правило, припаян к ограничивающему элементу. Но что делать, если токи для расцепления плавкой вставки для резкого термического рассыпителя слишком большие, но еще недостаточные для срабатывания защиты по максимальному току. В таком случае у нас образуется некоторая зона неопределенности в единице и десятки ампер. и в процессе отключения термического рассыпителя при довольно больших существенных токах здесь, во-первых, может возникнуть дуга, во-вторых, термические рассыпители не всегда отключаются гарантированно, поэтому для ликвидации данного негативного явления явления были разработаны специальные системы предотвращения протекания сопровождающего тока через защитный элемент. на картинке представлен так называемый шторочный размыкатель, он устроен следующим образом, при превышении температуры работы устройства защиты происходит термическое расцепление контакта, который припаян на самую горячую точку ограничивающего элемента, вследствие чего шторка надвигается на соответствующий зазор образовавшийся, тем самым препятствуя возникновению различного рода сопровождающих токов. Так как здесь мы говорим о физическом разрывании данного промежутка, то эта технология позволяет закрыть эту мертвую зону и таким образом при токах утечки будет срабатывать штатно термический рассыпитель, если токи через устройство защиты по каким-то причинам превышают его, скажем так, токи нормальные при его эксплуатации, то далее уже сработает соответствующий автоматический выключатель. Таким образом мы с вами разобрали методы гашения сопровождающих токов для УЗИП на базе коммунирующих элементов и на базе ограничивающих элементов. Но хотя и существует великое множество устройств защиты, без грамотного проектирования всей системы питания эти устройства так и останутся всего лишь единичными устройствами защиты, разумеется многое зависит от конкретной системы, от конкретного применения, от характеристик конкретной системы и естественно от человека, который ее проектирует в первую очередь. Пока вопросов немного, давайте я тогда задам свои вопросы, которые у меня появились. Интересная шторочная технология, которая позволяет размыкать, отключать получается УЗИП, разрывать эту цепь, чтобы ток не ограничить, чтобы ток перестал течь. Как быть многокомпонентными молниями? Последующие разряды, которые может получить электроустановка, она уже не сможет защититься от приходящих импульсов? Да, к сожалению, это особенности эксплуатации УЗИП на базе варисторов. То есть либо он продолжает функционировать и термический рассыпитель продолжает свое функционирование. То есть УЗИП установлен в линии и ограничивающий компонент выполняет свою прямую функцию. Либо же при достижении определенного рода нагрева, либо при получении той энергии, которую не способен рассеять ограничивающий элемент в нормальном режиме работы, произойдет отключение термического рассыпителя и так работает большинство ограничивающих элементов. чтобы избежать подобного негативного фактора, можно прибегнуть к использованию коммутирующих элементов, тех же самых искровых разрядников, о которых я рассказывал в первой части своего выступления. Такие элементы не обладают подобным недугом. когда вы рассказывали про гашение дуги, вы упомянули, что есть положительное свойство, снижается абразивное воздействие на внутренние элементы УЗИПа. Для меня, если честно, не очень понятно, откуда там абразивное воздействие, это же просто дуга, она горит, она гаснет. Да, дуга горит, но это будет проще разобрать на примере обыкновенной сварки. дуга горит, и она производит не только абразивное, но и плавящее воздействие на электроды, ну, там, это электроды свариваемого материала, но здесь это электроды разрядника. Так как мы с вами понимаем, что энергия в молнии зачастую очень большая заключается, этой энергии может быть достаточно не только для оплавления электродов разрядника, но и при возникновении, при дальнейшем возникновении сопровождающего тока, если он возникает, то коммутирующий элемент превращается в так называемую сварку, но чтобы этого не допустить, разрабатываются различные системы, одна из них вот, та система, о которой я вам сегодня рассказал, это система гашения сопровождающих токов, которая препятствует возникновению дуги горящей, которая в свою очередь могла бы расплавить электроды разрядника, либо произвести на него какие-то другие негативные воздействия. Абразивное воздействие имеется в виду это изменение его свойств, это изменение его геометрии, изменение свойств к инициации дальнейшего пробоя в случае возникновения перенапряжения и также это влияет на свойства гашения уже возникшей дуги. Понятно, в общем, дуга также вредит разряднику, как и всему остальному. Тогда такой вопрос, у школы можно так легко и эффективно гасить эти сопровождающие токи и в коммутирующих типах, и в ограничивающих типах УЗИПов. Вот предохранители, которыми рекомендуется защищать электроустановку, они все же все так же нужны или может быть их уже не обязательно ставить? Вы сейчас имеете в виду предохранители, которые предназначены для установки перед УЗИПами, верно? Да. На самом деле эта тема до сих пор актуальна и активно обсуждается, но есть общие технические свойства устройства защиты и в том числе для изделий компании Phoenix Contact мы предоставляем эти данные в руководстве по эксплуатации как любой другой производитель, тоже их предоставил бы. Если мы внимательно посмотрим на руководство по эксплуатации любого устройства защиты, то в нем будут приведены те характеристики вводных автоматических выключателей, при которых нет необходимости устанавливать дополнительные автоматы либо плавки и вставки перед устройством защиты и также там будут номиналы вводных автоматических выключателей и соответствующие им автоматы либо предохранители, которые уже необходимы для установки перед конкретным устройством защиты. Понятно. Дмитрий Козулин задает нам вопрос. Ток молнии имеет очень большую частоту и легко проходят защиты как УЗИП, так и автоматических выключателей. Так что боюсь, что наличие УЗИП не панацея, как и наличие заземления. По нему ток молнии может прийти из земли к приборам. Так, ну, а сам вопрос в чем заключается? Ну, я так понимаю, что Дмитрий сомневается вообще в принципе в эффективности УЗИП как способе защиты от перенапряжений. Если вы нам поподробнее расскажете, как это происходит, я думаю, может быть, мы увидим, Дмитрий. Хорошо. Смотрите, в целом, как происходит импульсное воздействие на электроустановку, если мы говорим про импульсное перенапряжение. В первую очередь происходит пробой изоляции. Если мы не используем УЗИПы, если мы используем только автоматические выключатели вводные, естественно, здесь необходимо понимать, что автоматические выключатель ни в коем случае не равно устройству защиты от импульсных перенапряжений. Они выполняют принципиально разные функции. Автоматический выключатель предназначен для борьбы с током перегрузки и коротким замыканием. Устройство защиты от импульсных перенапряжений выполняет роль нелинейно изменяющегося сопротивления, то есть в нормальном режиме работы для электроустановки УЗИП является абсолютно невидимым компонентом и является бесконечным сопротивлением. Но в случае возникновения перенапряжения тот пробой, который мог бы произойти в каком-то конечном устройстве, в оборудовании, ну вот передо мной сейчас стоит компьютер, у него есть источник питания. если бы мы не использовали устройство защиты и по каким-то причинам образовалось перенапряжение в питающей сети, то скорее всего источник питания либо вышел бы из строя, либо вышли бы из строя те защитные компоненты, которые находятся у него на входном каскаде преобразования. то есть УЗИП необходим для того, чтобы пробой изоляции, пробой оборудования не происходил в самом оборудовании, а чтобы этот пробой происходил в том устройстве, которое для него предназначено. Вот я бы подобным образом ответил на данный вопрос. Спасибо. Сергей Платов задает вопрос. Я не понимаю, что мы защищаем. предохранитель в скобочках автоматический выключатель на входе или непосредственно потребителей. Казалось бы, важнее всего защитить потребителей. Все верно. Мы занимаемся защитой потребителей. Но здесь важный такой факт. Если устройство защиты будет обладать склонностью к протеканию сопровождающих токов, в таком случае срабатывание устройства защиты приведет к ложному срабатыванию автоматических выключателей. И в таком случае придется либо идти открывать счетовую и смотреть, какой из автоматических выключателей сработал, либо менять плавки и вставки, что в свою очередь, как я уже сказал, существенно занижает эксплуатационную готовность защищаемой системы. Мы защищаем систему, но мы не должны влиять на работу этой системы в нормальном режиме. А нормальный режим для устройства защиты это соответственно борьба с импульсными перенапряжениями. Но импульсное перенапряжение может повлиять за собой сопровождающие токи. И сегодня я вам рассказал о технологиях борьбы с данным явлением. Спасибо. Алексей Костроминов задает вопрос. Время горения дуги сильно зависит от контура короткого замыкания. Вблизи трансформаторной подстанции условия поддержания дугового КЗ благоприятные. На удалении от ТП на уровне конечного распределения дуга горит не дольше, чем действует перенапряжение. Есть ли рекомендации компаний по применению дополнительных защит от сопровождающего тока в зависимости от условий установки УЗИП? Да, они существуют. В первую очередь это те таблицы, которые мы предоставляем нашим потребителям в руководстве по эксплуатации. Там в этих таблицах подробно изложено какие токи короткого замыкания допускаются для данного устройства защиты без дополнительных автоматов на входе. И после какого номинала автоматических выключателей до УЗИПа уже необходимо устанавливать дополнительную защиту. Ну а далее уже следует обращать внимание на расцепительную способность конкретных автоматических выключателей. либо можно использовать УЗИПы со встроенными предохранителями, но у таких устройств защиты тоже не бесконечный лимит по токам короткого замыкания, где они могут применяться. Это в основном где-то полтора киломпера. То есть если токи короткого замыкания уже свыше, то даже для таких устройств необходимо будет использование дополнительных предохранителей. по поводу мест установки. Да, я понимаю, что вблизи подстанции ток короткого замыкания будет создавать более благоприятные условия для протекания сопровождающих токов, и где-то на большом удалении уже это влияние будет меньше. как раз таки здесь уже стоит обращать внимание на мгновенное значение импульсного тока, на мгновенное значение тока короткого замыкания даже. Но опять же выбор плавких вставок либо автоматических выключателей перед устройством защиты должен опираться на те данные, которые предоставляет производитель. ведь эти данные были получены эмпирическим путем, методом неоднократных испытаний в испытательной лаборатории конкретных устройств защиты. Спасибо. Какое нужно сопротивление заземления для нормальной работы УЗИП? Минимальное. Чем меньше, тем лучше. УЗИП должен работать с хорошим заземлением, требования по заземлению соответственно у нас, если я не ошибаюсь, указываются в ПУЭ. заземление должно как минимум соответствовать ПУЭ. То есть никаких особенных требований нет? Правильно? Требование одно, заземление должно быть как можно лучше, как можно меньше его значение должно быть. И помимо этого конкретно УЗИП должен подключаться наименьшим физически, не по сопротивлению, а физически наикоротчайшим путем к главной заземляющей шине. Об этом тоже производители говорят в своих мануалах. Многие этим пренебрегают. Но на самом деле лишняя длина проводников очень негативно влияет на защитные свойства устройства защиты. Ну и наверное в заключении вопрос от Сергея Платова даже не вопрос, а здесь наверное Сергей выражает свое мнение, что лучше открыть счетовую и понести убытки от ложных срабатываний, чем отключить этот УЗИП и остаться без защиты от перенапряжения. Лучше не отключать УЗИП и оставаться защитой. Я так предполагаю, что наверное вопрос именно к случаю, когда есть шторочный расцепитель, он отключает УЗИП, ограничивающего типа. УЗИП снабжены сигнализацией состояния, поэтому любое отключение самого защитного элемента, оно отобразится в диспетчерской, если такая система подключена на соответствующие контакты устройства защиты. поэтому персонал будет извещен о возможном выходе из строя устройства защиты, после какого-то аварийного случая, если УЗИП подключился, то лучше такую систему подключать и не пренебрегать, либо хотя бы вывести банальную индикацию через обыкновенную лампочку на щиток, чтобы обслуживающий персонал понимал, что какое-то изменение уже произошло в структуре устройства защиты. Спасибо большое, Дмитрий, за интересный вебинар. Если у слушателей вопросы появляются после вебинара, я прошу вас отправлять их нам на почту info.sobachikazans.com с пометкой вопрос лектору. Все полученные вопросы мы передадим Дмитрию, и те, которые заслуживают внимания, не останутся без ответа. Следите за новостями на нашем сайте и группах в социальных сетях. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Павел, спасибо большое, уважаемые зрители. Всего доброго, до свидания.